В этом году следственные подразделения МВД России отмечают 60-летний юбилей. Принимать поздравления следователи будут в начале апреля. Пока же трудовые будни идут в привычном режиме. Для подполковника Алии Евстифеевой работа следователем стала настоящим смыслом жизни. О том, как из молодой, неопытной студентки борца за справедливость стать заместителем начальника отдела по расследованию преступлений районного следственного управления, расскажем в нашем сюжете. Хрупкое внешнее, сильное внутри. Многокилограммовые тома уголовных дел Алия Евстифеева носит с легкостью и гордостью. Говорит, еще в студенчестве наставники приучили к аккуратности. Каждый том – лицо следователя. Сегодня она уже сама учит молодых коллег премудростям профессии. Я даже сейчас с молодым следователем своим, которые у меня там работают, учатся, говорю, где ваши папки, где ваши бумаги, которые нужно сохранять, копии оставьте там, посмотреть, записать где-нибудь на ежедневник. То есть у меня всегда было где посмотреть. Я возвращалась, читала. В послужном списке Алии Аслямовны десятки раскрытых преступлений. От самых простых до закрученных в лихие сюжеты. Так в 2012-м удалось усадить на скамью подсудимых сразу семерых обвиняемых, совершавших разбойные нападения на молодых женщин. Всего в деле фигурировали 23 потерпевших. Изначально двое были вроде установлены, взяты под стражу. Они не сдавали своих поддельников. Но мы в составе с уголовным розыском, с ребятами, по кличкам пробивали, устанавливали. То есть мы семерых установили. Как я поясняла, даже у одного последнего в Красноармейском районе мы даже задержали. В ходе допросов пришлось пережить немало. От угроз до дебоширства. При этом тогда Алия находилась еще и на четвертом месяце беременности. Было не менее громкое и масштабное расследование дела с захватом заложника, шантажом, пытками и вымогательством. Вот только под следствием оказались не только обвиняемые, но и сам потерпевший, оказавшийся нечистым на руку. А также его знакомые за распространение наркотиков. По итогу в отношении потерпевшего тоже выделено дело. И расследовано в последующем. По нему уже другие следователи работали. От моего дела пошло еще два дела. Это я точно помню. В настоящий момент все мои обвиняемые, которых я рассказала, отбывают наказание. Борьба за справедливость у меня в крови, уверяет подполковник юстиции. С детства Алия отличалась аналитическим умом и владела чуткой интуицией. А когда проходила практику в милиции во время учебы в колледже, влюбилась в работу. После поступила на заочное отделение в Уфу и параллельно стала работать следователем в звании младшего лейтенанта. Спустя 16 лет Алия Евстифеева – подполковник и заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории Правобережного района Следственного управления города Магнитогорска. На самом деле все задают этот вопрос, о, подполковник, как же это такая хрупкая, маленькая. Я не ощущаю этого на самом деле. Мне кажется, я такая сильная внутри, потому что всегда говорят Алия, насколько ты сильная. Потому что у меня двое девочек, я совмещаю работу, дети, школы, садик. У нас очень сложная, тяжелая работа. В любом случае мы в таком режиме работаем наравне с мужчинами. Говорит, любит работу настолько, что даже если бы не имела всех званий, продолжала бы трудиться обычным следователем. Но сегодня Алия Евстифеева рада, что ей могут гордиться родители и близкие. Елена Старостина, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.